Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать, чтобы в заслугу нашего сегодняшнего занятия, чтобы закончилась эпидемия, все больные выздоровели, кризис финансовый закончился, а мы все извлекли уроки. Ведь зачем же Бог делает все вот эти вот истории? Мы читаем на Йом-Типур книгу, называется «Мафтер Йона». И когда жители города Нинвы тогда поняли свою ошибку, сразу же все прекратилось, и Бог этот город простил, хотя должен был уже уничтожить. Я думаю, что сейчас вся вот эта вот история, она для того, чтобы каждый осознал, еще раз понял для себя, это называется порядок приоритетов. Порядок приоритетов в жизни, и то, за чем люди гоняются большую часть своего времени, оказалось сейчас закрыто. Никаких тебе путешествий, никаких тебе там заработков, никаких тебе мероприятий, где люди борются за кого в основном и за развлечения. То есть это все, мне кажется, знак, что слишком с этим переборщили. И когда ты переборщиваешь чем-то, то Бог тебе показывает, что не это главное. И если сейчас люди поймут, что главное это здоровье, семья и здоровье, семья, духовное развитие, и все, вот три вещи главных. Духовное развитие, здоровье, семья, а заработок это чтобы было что кушать, чтобы было достаточно, достаточно. Знаете, что такое достаток? Достаток это достаточно. А если миру недостаточно, и все ломятся и ломятся куда-то дальше, дальше и дальше, то в какой-то момент вдруг оказывается, что ломиться-то некуда. Все, ни тебе путешествий, ни тебе Китая, ни вообще ничего нету. Все сидят все по домам и все. Да, если мы сейчас все это осознаем и Бога поблагодарим за здоровье, за семью и за достаток, что достаточно, я уверен, что все это прекратится с Божьей помощью. А сейчас у нас, мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона, Мишли, Мишли это книга, которую создал великий, мудрейший царь Соломон. Вот, и значит мы сегодня находимся в, а можете мне еще, Елька, можете мне принести, пожалуйста, айпад, потому что у меня сейчас сядет компьютер, пожалуйста, принеси айпад. Вот, мой. А зарядка сюда не дотянется. Итак, все, пока все собрались уже, мы находимся в каком отрывке? Мы находимся в отрывке, значит, вчера мы находились, чего боится злодей, то постигнет его, а желание праведников исполнит Бог. Все, мы это поняли, изучили. И, значит, 25 отрывок звучит так. Кавор, кавор, софа. Есть ли это? О, отлично. То есть, если даже сейчас остановится, то ничего страшного. Сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку. Сейчас, секундочку. Мне нужно просто найти, чтобы, если сейчас сядет компьютер, чтобы не ищать текст. Так. Все, пока все собираются. Сейчас, как он изменился, все последнее время. Вот. Wi-Fi, Щековицкая. Все, дорогие друзья, все, мы продолжаем. Сейчас я открою, вот, присоединился к интернету. Присоединился к интернету я. И сейчас открою. Так. Притчи. Сейчас, в сказометках. Мишли 8. Мишли 10 глава. У кого есть с собой текст, может открыть, может посмотреть в предыдущих уроках. Есть полностью текст с главы внизу. Все, мы открыли. 10 глава. Все. Итак, значит, мы продолжаем. Дошли мы до отрывка 24. Это мы в тот раз прошли. Чего боится злодей, то постигнет его. А желание праведников исполнит Бог. Теперь у нас сегодня 25-й отрывок. Кавор суфа вээнраша. Как пройдет буря, и не будет злодея. Все, буря сметет злодея. Вэцадик есо далам. А праведник он основа для мира. Основа для мира. Значит, что это значит? Значит, вообще есть намек в этом, на историю, которая была до этого со всем мирозданием, когда был Ноах. Помните, был Ноах. И мир пошел вообще не в ту сторону. То есть мир пошел в сторону удовольствия, развлечений и не слушаться Бога. Все, мир только развлекался. И что? И значит, Бог говорит, все, раз мир идет против Бога, значит мир уничтожен будет, а кто останется, праведник Ноах. То есть остался единственный Ноах, но и мир от него восстановился. То есть он был основой мира. Это было тогда. Теперь в наше время, да, мы иногда не понимаем, из-за чего, за счет чего существует мир. То есть нам кажется, мы путаем причину и следствие. Мы смотрим на мир и вот думаем, человеку в жизни даст, человеку в жизни даст, человеку в жизни даст все образование, мы думаем. Но человек образовывается, а потом у него ничего в жизни нету, потому что образование есть у всех. А, например, смотрят люди на праведника. Он праведник такой, он делает добро, он молится. И думают, что в этом мире делает этот праведник? А мир существует за счет вот этих праведников. То есть Бог сотворил мир для духовного роста. Для того, чтобы люди служили Богу, присоединялись к Богу и соединялись со своей душой. Умрут все, весь мир умрет. Рано или поздно вопрос, как ты провел этот кусок жизни. В поиске удовольствия, в поисках почета, в поисках какого-то там быть лучше, чем другой, дополнительно еще богатство, еще богатство, еще деньги. Еще там эти все страны, Dow Jones, эти фирмы, триллион компаний, миллион компаний, миллиард компаний. И весь мир бегает, как заведенный по вот этим вот непонятным схемам, а он не для этого был создан. А праведники что? Праведники в этом мире, они непочетные. Какой почет у праведников? Да, живет себе человек, молится, у него там семья, дети, он учится, учит Тору, делает добрые дела, все. Кто думает, что он живет правильной жизнью? Никто. Вот, теперь нам царь Соломон сообщает, что когда начинается буря, она сносит злодея, ему не за что держаться. А праведник – основа для мира. Все. Теперь, значит, дальше 26-й отрывок. Он нам говорит следующее. Очень интересная такая идея, что здесь совершенно уходит нас, уводит в другую, в такую практическую сложность, уводит нас в... Очень дует, и поэтому кашляет. Открыто какое-то... Можно закрыть? Что-то во время в руках столько замечаний. Как уксус для зубов, как дым для глаз, так же ленивец для тех, кто его послал. Значит, человек, когда хотел раньше кушать в то время, они использовали как приправу, очень сильно использовали уксус. В древности, почему-то уксусом они там... Часто он встречается и в Талмуде, и в Танахе. Встречается. Брали этот уксус, начинали его пить для аппетита, но потом от него болели зубы. То есть, с одной стороны, он приносил какую-то быструю прибыль, с другой стороны, он приносил потом зло. Теперь дым для глаз. Зажигали в доме огонь, не было электричества. Зажигали в доме огонь, и когда зажигается огонь, с одной стороны, он приносит свет, с другой стороны, он этот огонь давал дым, и глаза от этого дыма закрывались. Точно так же, человек, который посылает ленивого исполнить какое-то задание, то та польза, которую принесет ленивый человек, если эта польза будет, в итоге эта польза, она перекрывается тем злом, которое он принесет. Интересно, что, если мы возьмем примеры из бизнеса, есть такая компания, например, Запас. Запас, они, когда брали людей на работу, у них был месяц испытательный срок. И на испытательном сроке человек должен был отработать, неважно, на какую должность он нанимался, он должен был отработать вначале в отделе клиент-сервис, он должен был по телефону общаться с клиентами. Но, но, работа начиналась в 8 утра. Если он хоть раз за это время, за месяц опаздывал, его больше не брали на работу. То есть, у них был такой принцип, что человек, который не может приходить вовремя, он где-то тебя подставит. По-любому, он где-то тебя подставит, и они не брали таких людей на работу. За 10 лет эта компания дошла до миллиард долларов оборот в месяц, в год, и продали за миллиард долларов за 10 лет. Это такой яркий бизнес-пример, который объясняет, что написано в 26-м отрывке. Как уксус для зубов и как дым для глаз, так же ленивый, для тех, кто его посылает на задание, поручает ему какое-то дело, ленивый все равно это дело испортит, и будет вред больше, чем польза. Дальше. 27-й отрывок. Ират Ашем Тосиф Ямим. Страх перед Богом, он добавляет дни. Ушно Трешаим Тик Царена. А годы злодеев, они будут сокращены. Значит, здесь опять же мы переходим в совершенно другую систему координат, в которой живут обычные люди. То есть обычный человек, он не понимает, насколько его духовное состояние, оно влияет на все в его жизни. И насколько, когда ты находишься в позитивном духовном состоянии, когда ты делаешь добро, когда ты знаешь, что твоя жизнь, она направлена на то, чтобы помочь кому-то, не делать никакого зла, не нарушать заповеди Бога. Все время быть только в, вот то, что Бог сказал, делай добро и не делать зло. Насколько это позитивно влияет на все аспекты жизни. На здоровье, на долголетие, на вечное долголетие. Потому что здесь всегда есть перенос. Тот, кто верит в духовную основу жизни, в то, что духовная основа является первичной. Такому человеку ему, значит, для него он живет в двух как бы мирах. Он живет в мире материальном и в мире духовном. И он понимает, что каждое его действие имеет умножение на вечность. Тот человек, который отрицает духовную основу мира, он живет только в этом мире. Но даже в этом мире есть ученые уже доказали, что позитивное эмоциональное состояние усиливает иммунитет. Позитивное эмоциональное состояние там усиливает здоровье. Что позитивное, спокойное эмоциональное состояние продлевает жизнь. Во всех тех странах, где люди живут долго, то у них вот это спокойное, уравновешенное, позитивное состояние является основой их жизни. Поэтому нам сейчас очень важно, тоже интересно, что обычный страх, он сокращает жизнь. А страх перед Богом, который тебя останавливает от неправильных действий, он жизнь продлевает. И годы злодеев будут сокращены. Я хочу, чтобы сегодня вот этот урок был, чтобы выздоровели все, кто сейчас болеет. У меня все кашляют, чихают, вся моя семья, чтобы, дай Бог вам здоровья, чтобы все выздоровели, чтобы Бог дал. И чтобы Бог тоже всем помог, кто болеет, чихает, у кого температура, кто болен вирусом или любой другой болезнью, чтобы Бог дал всем выздоровление. Написано в Талмуде, что тот, кто молится за здоровье других людей, так ему Бог отвечает в первую очередь. Поэтому, если вы хотите сейчас сохранить свое здоровье и усилить, то в первую очередь помолите за здоровье всех окружающих. И потом уже за себя, и чтобы Бог услышал молитвы каждого из нас, чтобы все были здоровы и счастливы. И последний сегодня отрывок, 28-й, в 10-й главе написано так. Тохелет садитим семха. Надежда праведников радость. В этикваторы шаим товет. А надежда злодеев, она потеряется. Тут очень интересное объяснение. Используются два разных слова. Тохелет это надежда, которая вот... Я надеюсь, что сейчас я закончу урок и позавтракаю. Это тахелет. Это то, что сбудется почти наверняка. То есть, это то, что рядом находится. Это надежда короткая, которая сбывается. Теперь, в этикваторы шаим. Тиква это надежда глобальная какая-то. Надежда такие воздушные замки, мечты. Это разница между тахелет и тиква. Теперь написано здесь, что надежда цадика в цадик, он не размышляет длинными какими-то сроками. У цадика есть, он понимает, что всем управляет Бог. Ему не надо заботиться и волноваться о завтрашнем дне. Он живет в краткосрочной перспективе, что сейчас, в данный момент Бог хочет от меня. И для него всегда его любая надежда сбывается, потому что он... Его какая надежда? Мы учили в Мишле, что на всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дороги. Значит, что бы с цадиком ни происходило, он радуется, для него радость. То есть, его надежда, она всегда сбывается, потому что он надеется, что Бог с ним взаимодействует. Бог с ним всегда взаимодействует. Даже если Бог ему дает какую-то неприятность, которая неприятна, цадик радуется, потому что это ему Бог дает или сигнал, или очищение, или тот, кого Бог любит, того он увещевает. То есть, цадик всегда в радости, потому что он надеется на Бога, а Бог всегда с ним. Теперь надежда, вот эта вот теква злодеев, злодей все время надеется на какие-то глобальные истории, там истории, завтрашний день, когда-нибудь будет хорошо, и у него какие-то длинные планы и так далее, то, а ведь, все это разрушается. Мы видим сейчас, как большие надежды все разрушились, а маленькие надежды, они всегда с нами. Особенно, если мы надеемся выполнять каждую минуту какую-то заповедь, то у нас всегда есть возможность выполнять каждую минуту какую-то заповедь. Поучить Тору, сделать заповедь, сделать еще заповедь, еще заповедь, еще заповедь. Все, всегда в радости. Цадик всегда в радости, это главный признак праведника, что он всегда в радости. А надежды злодеев, они рушатся, это факт. То есть, в жизни вот эти вот, все эти квот злодеев, они рушатся. Опять же, кто называется злодей, не обязательно тот, кто делает зло, там убивает кого-то и так далее. Злодей это тот человек, который считает, что то, что Бог назвал добром, это не добро, а то, что Бог назвал злом, это не зло. И в этот момент человек, он меняет местами божественное, и в этот момент он по рамкам Бога становится злодеем. Все, дорогие друзья, значит, я желаю, чтобы мы все были цадики. Пожалуйста, вот Елена Федянина, у папы ее инсульт, чтобы папа выздоровел, чтобы с Божьей помощью ему было хорошо, чтобы он выздоровел. Значит, чтобы все были здоровы, кто сейчас болеет, чтобы этот урок заслугу, и чтобы мы приняли урок. Не надо вот этих вот больших, видели, как интересно, что у меня был план в этом году, акции, вот они все росли, и все. И я думаю, вот у меня план такой есть, который не сбылся. А сейчас бы, если бы я занялся акциями, было бы мне не очень весело. Поэтому я вам еще раз говорю, самое простое, то, чем у нас сейчас учит вот эта ситуация в мире, это то, что сделать упор на три главных вещи. Это духовное развитие, это семья и это здоровье. Три главных вещи, которые всегда рядом, которые зависят только от нашего поведения, от нашего отношения, от нашего внутреннего настроя. И вот сейчас есть возможность в этих трех вещах усилиться. И все, кто именно делали эти три вещи основой своей жизни, у них ничего в принципе не поменялось. Потому что духовное развитие есть всегда, и оно всегда приносит радость. Здоровье. Можно сейчас как раз сделать акцент и приобрести все самые здоровые привычки. Мыть руки, дышать, заниматься своим иммунитетом, потому что это невероятно важно, заниматься иммунитетом. То есть обливаться водой, ну и так далее. И сейчас, так как все в карантине, есть возможность общаться много со своими близкими, помогать близким. И с Божьей помощью, чтобы у всех было хорошо. Все. Удачи, успехов. Всех прекрасного дня.